Катался на лыжах или играл в снежки? Даже безобидные занятия могут обернуться болезнью. И речь не об ушибах или ссадинах, а об острых респираторно-вирусных заболеваниях. Они поражают верхние дыхательные пути и являются самой распространенной в мире группой болезней. По данным мониторинга, на прошедшие недели заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями оставалась ниже эпидемического порога по области на 19,2%, по городу Рязани на 2%. А это значит, что риск заразиться увеличивается с каждым днем. Чтобы это предотвратить, важно соблюдать простые правила безопасности. Ведь ОРВИ передается воздушно-кабельным путем. Стараться находиться в местах такого скопления народа, поменьше во время сезонных заболеваний. Ну и так уберегать себя. Вести правильный образ жизни. Наверное, заниматься спортом. Наверное, я не знаю, больше на свежем воздухе. Теплые сапоги, теплые куртки. Варежки не ношу, не люблю варежки. Мы постараемся потеплее одеваться. Что ценное, не синтетику, а шерсть. С палками хожу. Ну, соблюдаю режим более-менее, когда можно. Я иду в бассейн. Я занимаюсь плаванием. Стараюсь, да. Помимо традиционной медицины, рязанцы привыкли доверять и народным средствам. Главная задача которых – повысить собственный иммунитет организма. А значит, помочь эффективнее сопротивляться болезни, используя внутренние резервы. Гретька с медом, если кашель. Подорожник отвариваем, если кашель. Ну, это лимон, чай с лимоном. Ну, а так, конечно, аптека. Спиртом растираться почаще надо. Часть с имбирем пьем, чесночок с помидорками кушаем. Ну, и так стараемся закаляться, холодной водой оплеваться. Свои секреты есть и у тех, кто вынужден целый день стоять на морозе и много общаться с людьми. Речь о продавцах, которые работают в любую погоду. Ну, во-первых, чеснок – это самое лучшее средство. Сало, оно греет, во-первых. Его покушаешь, уже в организме тепло держится. Ну, естественно, потеплее одеваться. Теплые носочки шерстяные обязательно. Ну, что еще? А дальше домой приходишь, чай горячий с малиновым вареньем и спать. Однако все без исключения отмечают, что если болезнь все же взяла верх, необходимо сразу же обратиться к врачу. А народные средства станут хорошим дополнением к традиционному лечению, которое назначит профессионал.